добрый день сегодня я хочу вам показать как сделать гипсофиллу именно из зефирного фоамирана мне она понравилась намного больше чем из иранского или другого вида так как цветочки получаются более такие воздушные более красивые вот мы сделаем веточку я покажу как сделать веточку вот такую вот тут вот более меньшего размера веточки получаются и сделаем к ним листики и так нам понадобится зефирный фоамиран белого цвета дырокол вот у меня вот такой это диаметр 16 сантиметра если у вас есть с более мелкими лепесточками это будет даже еще лучше так как мне вот такой приходится разрезать за того что очень широкие такие лепестки у него и так вырубаем обычным способом подкладывая бумажку на каждый цветочек нам нужно 45 деталек конечно изготовление гипсофиллы довольно таки такое муторное дело но результат того стоит она может применяться как отдельное украшение допустим очень красиво смотрится ободки из этого цветка так вот четыре я вырубила осталось еще один будет вполне достаточно на один цветочек если у вас немножко вырубилась неровненько ничего страшного тоже подойдет главное чтоб было не меньше половинки такой детальки так это убираем нам нужно также можно такие цветочки делать другим цветом либо белый тонировать либо зефирный фоамиран он бывает таких разных различных нежных цветов на основе этого можно будет делать другие цветочки так теперь мы будем истончать наши заготовочки для этого берем листок бумаги а4 свернутый пополам тут я уже немножко использовала где не осталось отпечаталась тонировки я туда положу наши заготовочки когда я делала вот такой большой кустик гипсофилы гипсофилы я конечно использовал чистый просто я его немножко уже замарала поэтому беру другой и так как нужно накладывать между листочками близко друг другу делать нельзя так как может сдвинуться и из-за того что зефирный фоамиран обладает таким свойством как склеиваться вот если листочки лепесточки цветочки наши сдвинуться то они просто приклеится в друг другу это нам не нужно так закрываем включаем утюг так и ждем когда он у нас нагреется так утюг я ставлю на это у меня между двойкой и тройкой написано хлопок и теперь мы будем гладить наши заготовочки вот у меня видите тут еще осталось они уже обработанные тоненькие и порезанные так как вот у меня широкая из этого приходится резать готовки так ну вот смотрите каким образом сделать чтобы у нас наши цветочки точно не сдвинулись вот мы разложили на всю бумажку и берем утюг ставим сначала не прижимая а тихонечко просто нагреваем бумагу сначала совсем не нажимая просто двигая у нас получается сейчас наши лепесточки немного приклеиться к бумажке и уже потом не сдвинуться теперь мы будем гладить лепесточки сильным сильным нажимом чем сильнее мы будем нажимать тем чем тем тоньше будут у нас наши детальки нам нужно все таки чтобы они были очень тоненькие так теперь переворачиваем и гладим с другой стороны это добавить еще тонкости так теперь открываем наши листочки и смотрим что у нас получилось да получилось довольно таки тоненько как нам нужно теперь просто снимаем цветочки с бумаги это сделать очень просто просто подцепляем снимаем когда будете обрабатывать вот таким образом зефирный фоамиран вы сами увидите что детальки становятся во-первых прозрачные из-за тепловой обработки во-первых они становятся такие глянцевые ну в общем становится похоже как вот настоящие лепесточки а толщина у них вот тоньше даже бумажки очень-очень тонкие так теперь вот если у вас такой дырокол то тогда мы его разрежем вот каждый лепесток он у нас широкий пополам и еще надрезы сделаем между лепесточками конечно да если у вас другой дырокол в котором много лепестков допустим 8 лепестков тогда ничего резать не придется так обязательно дорезаем не до самого конца не до самой серединке так как мы будем там протыкать у нас небольшая площадочка где-то миллиметрика 3 должна в серединке остаться вот таким образом делаем делаем наши заготовочки все таки когда делаешь из иранского фоамирана такие тоненькие лепестки из него не получается даже если проглаживать таким же способом к тому же еще отличие зефирного фоамирана от иранского в том что зефирный от тепловой обработки он не съеживается не уменьшается его размер остается точно таким же как он вот был с самого начала если иранский точно так же владеть он в принципе немного истончится но уменьшится в полтора раза корейский если использовать он уменьшается меньше но и он истончается намного лучше чем иранский так что если у вас нет зефирного пока попробуйте с именно с корейским фоамираном его тоже можно истончить очень тоненько сделать единственное учитывайте только то что он уменьшается тоже полтора раза размер допустим если у вас вот вырубка 16 миллиметра то цветочки станут где-то всего один сантиметр будут очень маленькие вот а тут получается гипсофил которую я делала на практически в натуральный натуральный размер вот именно как садовая гипсофила довольно таки не крупная не мелкая как раз то что нужно так вот мы приготовили лепесточки сейчас мы приготовим чашелистики так но тут в принципе достаточно будет мне одного чашелистика вот у меня он готов но делаем какие я вам покажу как его сделать каким образом так вот это листики тоже вот видите у меня тут вырублено было уже это у меня дырокол цветочка 0 8 миллиметров совсем маленький я вам сейчас покажу если у вас нету такого маленького дырокольчик а каким образом сделать либо по вырубать допустим вот такие вот такие или примерно звездочки различные тут не обязательно должно быть пять может и шесть и меньше вот если у вас дырокол допустим есть один сантиметр то берете именно иранский фоамиран он зелененький вырубаете и точно так же проглаживайте вот как мы проглаживали вот эти вот и как раз иранский он съезжится и получится вот такие небольшие чашелистики совсем малюсенькие так как еще сделать из зефирного фоамирана без допустим дырокола чашелистики такие берем отрезаем квадратик небольшой он буквально миллиметров от 776 даже наверно сейчас я точно измерю чтобы уже конкретно знать ну что я всегда делаю до 6 миллиметров получилось у меня конечно это будет довольно таки моторная работа ну если нет дырокола придет приходится таким образом поступает и вырезаем просто чашелистик вручную вырезаем такие треугольнички можно в принципе кружочек сделать не квадратик а кружочек и вырезать мне не хочет убираться оторваться с мелким конечно работать тяжеловато с очень мелкими детальками ну вот и вырезаем что-то наподобие вот такой просто звездочки и точно так же проглаживаем утюгом еще можно если у вас допустим тейп лента вот видите взяла типа салатового цвета он еще называется такой цвет светло оливковый если у вас тейп лента посветлее здесь такая довольно таки вот таким же цветом светлая то ничего то не ничего тонировать не нужно будет но если вот такая как у меня то можно подтонировать допустим вот прям кусочек фоамирана тонируем а потом вырезаем тонировать вот можно вот такого цвета какой-нибудь сухой пастелью все это у меня получается такой какой-то зеленый оливковый вот цвет тонировки так ну вот как чашелистики делать я вам принципе объяснила принцип тот же самый как мы делали заготовки для сама цветочка вот я также их прогладила вот они у меня он у меня подтонирован вот я его прогладила у меня получился тоненький-тоненький так теперь покажу как делать листики для того чтобы все из нам сделать что потом утюг убрать так вот видите у меня тут вырезан уже затонированный для листочек я сам покажу как сделать еще причем я делаю это с минимумом обрезков вот берем вот он нас видите кусочек это тут как раз вырезала листики никаких шаблонов я не использую листики вырезаем вот буквально разной формы разной формы и размеров вот видите получился вот обрезок совсем маленький так тут вот немножечко тоже подрежем ну я так думаю особо вырезать листики вас учить не нужно пускай они будут абсолютно различные видите я тут использую то что уголки острые были вот получаются такие листики размер листиков вы уже смотрите на ваше усмотрение как вам нужно я вот сильно большие не делаю ну и совсем малюсенький тоже нет у меня самый маленький получался где-то сантиметра полтора а самый большой для в длину где-то сантиметр четыре достаточно также такие листочки можно использовать не только вот в этой композиции а много в каких ну вот мне примерно на одну небольшую веточку как раз хватит так сейчас мы их подтонируем чтобы то не были всего когда применяется тонировка все становится более такое знаете естественное натуральнее причем тонировка может быть минимальная совсем так ну вот у меня есть салфетка влажная вернее она уже не важно уже подсохла и просто кончик вот опустила в воду водичку и мы как обычно подтонируем листики вот такие самые простые листики не требуют никаких прожилок у нас в принципе когда мы будем обрабатывать прожилочки мы сделаем путем небольшого такого формирования листочка прожилка у нас сами собой появится как видите такие листочки нарезать очень легко вот мы их тонируем сначала с одной стороны как раз получается пока мы вот эти тонируем у нас одна сторона на первых самых лепестков уже подсохнет и сможем его перевернуть и затонировать другой стороны если тонировать тут же сразу с обратной стороны то немножко цветность потеряется из-за того что отпечатается на бумаге так вот видите специально откладываю в ряд затем брать те листики которые были первыми вот все эти готовы у нас можете тонировать цветом потемнее допустим тут все таки зависит от цвета композиции которые вы хотите и еще зависит от цвета тейп-ленты которую вы будете использовать принципе можно листики на веточку делать с помощью того же фоамирана нарезав полоски и обматывая постоянно подклеивая но тут получается слишком муторно так как очень много мелких деталек мелких веточек поэтому тут я использую тейп-ленту так удобнее если конечно у вас нет тейп-ленты тем более подходящего цвета то тогда отрезаете полоску фоамирана и обматываете вместо тейп-ленты так ну вот я листики затонировала теперь мы будем точно также гладить как мы до этого гладили до этого к гладили сейчас я найду так вот у меня специальная бумажка остается специально видите у меня для листиков видите тут я тонировала масляной пастелью и поэтому пастель масляная при нагреве она отпечатывается на листочки и становится не такой насыщенной и побледнее сухая пастель она практически не отпечатывается на бумаге поэтому лучше использовать сухую либо используют сухую либо тонировать масляную пастель но как можно более насыщенно так вот так же накладываем листочки видите расстояние между ними должно быть обязательно закрываем почему я много раз пользую вот эту бумажку так как получается все таки зеленая не всегда в общем получается вот это у меня бумажка для именно для листиков отдельно зеленая к зеленому как будет теперь опять также ставим утюг сначала просто поводим нагреем бумагу с фоамираном чтобы они у нас прилипли чтобы потом не сдвинулись и начинаем проглаживать уже с нажимом это различными такими круговыми движениями можно бумажку горячая потому что поворачивать по всякому с одной стороны прогладить повернуть другой если допустим вот как у меня тут не очень на столе много места у меня вот тут дальше бортик в принципе мешает говорить поэтому мне приходится вот так вот изощряться туда-сюда делать затем переворачиваем это же самое точно также проглаживаем с обратной стороны когда мы гладим обе стороны они обе у нас получится глянцевые и тоньше чем если только с одной стороны гладить очень классный способ во первых сразу у нас делается довольно таки много листочков одновременно и не нужно ничего нам мять пальцами руками истончать вот мы открываем он все такое тоненькое так все утюг я выключаю он мне уже не нужен теперь каким образом будем формировать листики вот мы их убрали бумажки теперь нам нужно и загнуть пополам как бы сделать бороздочку посрединке и начинаем вот таким образом формировать листик его согнули и вытягиваем назад ведь он получается у нас вот такой загнутый и вот на камере то навряд ли видно не хочет особо фокусироваться на листики но когда будете делать вы увидите что получается вот такие небольшие бороздочки которые будут служить нам рельефом на листиках вот сгибаем и обратно в обратную сторону выгибаем за этого у нас листочек становится такой рельефный и вот даже краешки немножко становятся волнистые получается такой естественный вид у них и вот таким образом мы обрабатываем все наши лепесточки такие мелкие мы уже ничем тонировать не будем можно в принципе краешки немножко подтонировать красным цветом что получился такой зелененький и коричневый немножко нового отлив вот тут я вот я этого делать не буду может следующая композиция каком-нибудь я сделаю так что вот такие листики тоненькие можно получить из корейского фоамирана особенно которые 0 6 миллиметров толщиной они правда не будут такими полупрозрачными но был довольно таки тоненькими все равно конечно с зефирным фоамираном нельзя зефирный фоамиран чем-то все равно заменить так как у него получается практически другие свойства в отличие от иранского корейского видите как мы довольно таки быстро делаем такие листочки и получается очень реалистично смотрится вот кончик тоже вот так вот прям сильно загибаем назад у нас он получается можно немножко даже подкатать пальчиками еще у меня довольно таки кончики острые нарезаны поэтому их подкатывать не буду а если у вас получилась немножко широковато кончик то его просто подкрутите пальчиками что он стал поточь по ужин ну вот листики я приготовила это нам как раз хватит где-то на такую средненькую веточку я делаю все вот эти заготовочки вот в принципе даже я вот сделала потом только подумала что я сделаю принципе по гипсофилу вот даже густовато можно было немножко пожиже даже ее прикреплять не так близко друг другу вот можно было немножко и раздвинуть ну ладно то я оставлю так я ее буду использовать затем вот эти различные веточки по отдельности для декора допустим каким-то другим цветам крупным пустим к розам вот любые в принципе цветы гипсофила с ними композиция с гипсофилы с любыми крупными цветами будет очень хорошо оживляться будет смотреться очень интересно так теперь значит вот мы все все в принципе все детальки наши подготовили теперь пришло время собирать их так ну вот допустим на уборку гипсофилы самой берем небольшой литончик можно любую проволоку взять лишь бы она держала форму вот тут у меня кусочек флоретической проволоки это обмотанная бумагой но из-за того что все равно бумага она все-таки немного боится воды поэтому мы будем ее оборачивать тейп-лентой тому же нам еще нужен вот если вы заметите в каждом цветочки вот у меня есть типа пестика в серединке такой салатового цвета что очень красиво смотрится цветочки поэтому делаем на конце литончика петельку вот она может быть такая довольно таки крупненько где-то миллиметрика 22 с половиной теперь берем тейп-ленту вот я взяла такого видите у меня такой салатовый цвет я кстати вот она у меня пришла довольно таки подсушенная я делаю каким образом нарезаю сколько мне нужно затем вот у меня контейнер от влажных салфеток у меня там лежит одна салфетка которая периодически увлажняю вот видите она внизу там одна салфеточка я добавляю туда просто немного прыску воды вот и у меня нарезанная тейп-лента хранится тут и перед тем как допустим что-то делать я нарезаю день на часик оставляю ее там и она умоложняется и получается вот очень хорошего качества клейкая так теперь будем обматывать сначала внизу мы немножечко обмотаем закрепим пойдем к верху нам нужно обязательно обклеить вот эту нашу петельку сделать у нее из нее своеобразный пестик нам нужно как бы обернуть ее так как тейп-лента салатового цвета у нас будет потом выглядывать салатовый такой пестик если у вас нету такого цвета тейп-ленты тогда обматываем таким же способом и кончик просто красим допустим акриловой краской либо тонируем пастелью чтобы она была такого салатового цвета что бывает что не у всех все таки есть такая вот тейп-лента вот она у меня тоже заканчивается нужно тоже заказывать так вот я обмотала нашу веточку так все трип-ленту сразу ложу в этот контейнер чтобы она мне не подсыхала была готова к работе далее теперь нам нужно будет одеть цветочки на литончик одеваем сначала один и еще тут есть немножко один этот нюансик вот когда мы проглаживали лепесточки бумажки между бумагой то все равно некоторые вот когда гладишь получаются одни очень тонкие другие чуть чуть потолще поэтому обязательно на первый вот этот лепесток цветочек выбирайте самый-самый тоненький так как за счет этого будет смотреться более так изящнее и лучше так теперь нам нужен секундный клей секундный клей зубочистка и вот какая-нибудь емкость на которую налить этот клей так немножечко наливаем вот мы одели получается до этой петельки у нас вот именно наша вот эта тычинка должна торчать потом немножко теперь зубочистку обмакиваем в клей нам нужно обмазать немножко вот у основания вот этот наш пестик и тут же начинаем прижимать собирать прямо цветочек вокруг этого пестика и пальчиком прижимаем тут в принципе можно использовать клеевой пистолет только конечно стараться поменьше наносить чтобы у нас не торчал этот клей потом вот видите мы собрали но обязательно нужно чтобы этот наш пестик зелененький был виден если сделаете нечаянно пистику довольно таки большеватый но главное чтобы он был не выше чем вот сам цветочек вот эти лепесточки у меня он примерно где-то доходит до половины лепестков одеваем следующий цветочек и обмазываем обмазываем лепестки предыдущие получается у основания сейчас пока еще шахматный порядок соблюдать не обязательно а вот на следующем начнем вот немножко по придержим так как за счет того что мы фоамиран гладили он у нас получился очень гладкий и поэтому немножко хуже приклеивается и нужно чуть-чуть побольше времени для того чтобы подождать так теперь будем стараться соблюдать шахматный порядок также подмазываем это у нас будет третий цветочек вот точно так же к верху вот получается у основания я как бы поднимаю к верху вот в этом месте вот внизу прям возле череночка и подклеиваю видите она получается уже идет такая пушистенькая делаем четвертое опять стараемся приклеить шахматном порядке чтобы она заполнили все пустоты тут немножко придерживаем чтобы клей схватился даже он вроде бы секундный а вот да за счет того что лепестки очень гладкие немножко дольше приклеивается и последний лепесток цветочек цветочек тут уже вверх нам не нужно делать а приклеиваем просто вот где мы намазывали клеем все у нас виден цветочек тут он сборочку и распускается распускается шире шире становится теперь делаем чашелистик нас одеваем смотрим какая сторона ту кстати у чашелистика можно будет тонировать только одну сторону одеваем той стороной которая у нас затонировано чтобы она была наружу светлой стороной получается вверх и теперь нам нужно сделать вот я тут экспериментировал делала по-разному тут вот у меня есть раскрытые полностью это делаем каким образом просто подклеиваем поднимаем кверху все а вот на других веточках у меня есть полу раскрытые вот такие вот чашелистики они кстати смотрятся намного изящнее вот допустим вот на этих двух вините цветочках они более так интересно смотрится поэтому если у вас хватит терпения то конечно так делайте если нет то просто поднимаете так теперь тогда если вот сделать изящненько мы обмазываем не цветочек а литончик сам у самого основания поднимаем не до самого конца и прижимаем к литончик у чашелистик как бы мы приклеиваем не саму цветочку приклеиваем не к саму литончик у ой не к саму цветочку а к литончик у таким образом можно делать вот такие аккуратненькие маленькие чашелистики объемные вот видите как у нас получилось принципе на настоящий гипсофилия они как раз вот такие малюсенькие совсем именно как бы немножко объемные мне конечно такие будут смотреться аккуратней и намного натуралистичней чем вот которые тут немножко поленилась сделала вот просто вот так то нужно чтобы было вот так вот так ну вот цветочек я показала как сделать мы немножко по сгибаем на основание чтобы он был загнутый и затем нужно будет собрать веточку ну как собирать веточку я уж показывать не буду это довольно таки просто сейчас мы прикрепим вот этот один цветочек так как у меня веточки уже готовы я к нему просто добавлю еще один листик он берем тейп-ленту оборачиваем закрепляем начало можно даже немножко если ты плентами суховатая то кончик закрепить клеем так загибаем прижимаем получается к стволу и приматываем как обычно забываем сначала перед этим под растянуть тейп-ленту получается я за счет того что тут прокручиваю у меня тут тейп-лента сильнее прихватывается и тут я вот тоже прижимаю пальцами получается очень хорошее сцепление всю эту ленту вырываю и закрепляю все у меня сейчас вот этот цветочек который мы с вами сделали он у меня тут и еще получается я вообще заметила чем тоньше будут у вас вот эти цветочки они обратно набирают но совсем найти вот совсем вот чуть-чуть даже незаметно можно сказать вот вот этот вот допустим я хорошенечко прогладила вместе с вами которой у тебя не знаю мне кажется даже видно что свет не цвет немножко отличается это более белее так как она чуть-чуть потолще это более такая прозрачная потому что она потоньше так что подольше обрабатывайте лепесточки чтобы результат был соответствующий а тоньше будет если вы будете вот этот листик с цветочками туда обратно поворачивать тогда будет тоненько так ну вот эти я показала вам как делать цветочки принципе тут ничего сложного можно собирать вот у меня тут соцветия по три по два цветочка и потом уже их прикрепляю в общую веточку допустим можно вот это вот у меня большая книг принципе можно добавить еще вот эти веточки будет вообще густая так теперь будем делать покажу как делать веточку вот с этими листиками так сейчас я возьму леточек ну я вот взяла вот такой ближе к салатовому тоже принципе то что мы будем обкатывать то он все равно не будет видно так длину я пока не обрезаю так как посмотрю какая у меня будет веточка сколько листиков я сделаю и потом уже отрежу также фиксируем тейп ленту вначале чуть-чуть сначала ниже потом наверх и возвращаемся чуть-чуть обратно таким образом у нас тейп лента закрепляется вокруг ли тончика уже не уедет берем самый маленький листочек немножечко подклеиваем это место куда мы будем листочек приделывать и закрепляем его тейп лентой вот за счет того что низ у листочка такой широкий он как бы оборачивается вокруг литона немножко обматываем ниже и таким же облана прикрепляем следующий листочек который чуть побольше так подклеиваем это место и обматываем тейп лентой получаются у нас череночки такие закрыты вот ведь у меня получалось два листочка уже лежат тут если вы хотите чтобы был более такой густой густая веточка то просто чаще приделывайте листики все видите давал не довольно вообще просто очень мазываем нас каждый листочек обнимает веточку видите получается как бы вокруг нее очень интересные такие веточки получаются у меня вот тут веточка уже видите сделано вверху у меня немножко видите почаще идут листики потом они побольше и между ними более такое отрыв ну вот таким образом мы делаем всю всю веточку принципе если у вас очень хорошая тейп лента то можете не подклеивать лучше конечно это делать чтобы у нас было все качественно я вот сильно большие веточки делать не буду начание из композиция допустим из украшений будут торчать слишком сильно это будет не очень красиво смотреться если вдруг вы прикрутили листики и забыли подклеить берете каким образом подклеиваете получается вот основание у листиков все всех сторон так ну вот больше я не буду веточку делать поэтому тут я немножко подмотаю вниз было одинаково и хватит так и тут обрезаем сильно длинные большие веточки мне не нужны и затем видите у меня вот этот как блестит а этот нет вы можете так оставить либо вот тут я просто покрыла все листики со всех сторон и из изнаночной с лицевой я покрыла просто акриловым лаком все просто кисточкой прям вот закрепила и на веточки прям намазала акриловым лаком получился вот такой эффект конечно более живая это я тоже буду покрывать лаком у меня под рукой кисточки нету но уж как покрывать лаком я вам это не буду показывать это проще даже правильно справиться и ребенок просто намазать таким средненьким слоем лак сейчас покажу какой лак я использую я использую вот такой вот в таких банках покупаю в строительных магазинах вернее один раз я только покупал у меня еще половина банки еще осталось я его также использую для декупажа но для декупажа и развожу водой попала один к двум получается один к одному одинаково лака одинаково воды лак называется водный дисперсионный лак по дереву полиакриловый и обязательно смотрите что было написано глянцевый лак очень хороший ничем не хуже на листочках не трескается после того как засохнет вот можно листочки даже помять ничего ему не делается ну конечно как обычно экономно тут у меня виде наделанные листики я еще буду делать веточки затем покрою их лаком но я так думаю все понятно чем отличаются такие гипсофилы от изготовления другие из другого фома я думаю я объяснила вот то что получается все таки более так они более пышнее получаются более пышнее видно что лепесточки тоненькие и вдобавок цвет цвет все таки вот после тепловой обработки он получается найти как вот вот как будто он светится изнутри получается очень так натуралистично красиво нежно так что из иранского такие прям гипсофилы точно не сделать так как таких тоненьких лепестков не получится тем более без можно вы можете конечно из иранского сделать если будете очень и очень долго мять вот сами лепестки тогда да но все равно вот такого цвета полупрозрачного не будет из иранского это свойства зефирного фоамирана так ну вот я вам показала как сделать такие гипсофилы и зефирного фоамирана и к ним веточки листочки наш мастер-класс готов спасибо за внимание спасибо за внимание